Первый докладчик Шумафов Магомед Мишаустович. Тема доклада «Стахастическое дифференциальное уравнение. Устойчивость, периодичность и диссипативность». Здравствуйте, добрый день. Речь будет идти о стахастических дифференциальных уравнениях. Я в основном остановлюсь на свойствах устойчивости, диссипативности, периодичности решения таких уравнений. Я расскажу немного о мотивации стахастических дифференциальных уравнений, потому что решение стахастического дифференциального уравнения существенно опирается на понятие стахастического интеграла. Этот интеграл можно понимать в различных смыслах. Основные понятия были введены ИТО и Стартановичем. Я на них остановлюсь немного. Далее я расскажу о стахастических дифференциальных уравнениях по ИТО и по Стартановичу. Дальше мы коснемся стахастических дифференциальных уравнений уже по существу и остановимся на свойствах устойчивости, диссипативности, периодичности. Мотивация. Например, проблема первая. Например, возьмем простейшую модель Мальтуса, где коэффициент А зависит от Т. АТ – это коэффициент роста в момент времени Т. В действительности этот коэффициент подвергается случайному воздействию. Мы можем это условно записать вот так. АТ равняется РАТ плюс шум. Белый шум, так называемый. РАТ – не случайная функция. Мы знаем относительно шума, что он имеет некоторое распределение. Вот вопрос встает, как решить такое уравнение. Уже не детерминированное, а стахастическое. Следующая проблема, например, возникает в теории электрических цепей. Заряд от КУАТ удовлетворяет вот такому дефицитическому уровню неиспоставленным коэффициентом по законам Киргофа. Например, какой-то коэффициент Л или Р или С, там У подвергается воздействию случайного процесса. Например, УАТ. Мы имеем УАТ. РАТ – это не случайная функция плюс белый шум. РАТ – это не случайная функция. Как решить такое уравнение? Гармонический осциллятор. Это известное уравнение. Уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Я думаю, что любому студенту второго курса это известно. Вот, например, коэффициент трения К подвергается воздействию белого шума с коэффициентом сигма. Значит, К – нулевая константа. Вопрос возникает. Какого бифуркационного значения этого шума? То есть, при каком значении К система теряет устойчивость? Ну и вот другие проблемы возникают, например, в теории фильтрации. Ну и здесь так называемый фильтр Калмана-Бьюси. В 1960-х годах Калман и Бьюси разработали эту процедуру. Ну, отфильтрование шума в реальных динамических системах. Вот маркетинг, в управлении рынком. Управление рынком. Ну, вот оптимальная остановка. Есть такая проблема в этой области. Оптимальная остановка. В управлении статистическими системами. И вот в математической, в финансовой математике. Ну, вот вернемся к модели Мальтуса. Ой, извините. Мы запишем это вот так вот. Как вот формально, как вот уравнение. Вот это дитиминговый час, а это вот статистический час. Шум умножит. Вот это крестик означает просто умножить. Умножить на х от Т. Или более общий вот в таком вот виде. Так, где вот B, T, X. Функция B и сигма. Это некоторые функции от своих аргументов. Так, ну, мы будем рассматривать, мы будем рассматривать вот этот шум, вот как некий статистический процесс. Статистический процесс, это просто семейство случайных величин, вот, зависящих от T. Ну, и представим это вот уравнение 4, вот в таком виде перепишем. Пока это все символные обозначения. Пока мы не даем реального, вот, ну, строгого математического смысла. Омега это вот элементарное событие. Ну, или случай просто вот. Ну, вот, с инженерной точки зрения, наиболее существенным является то, что вот этот процесс должен иметь среднее математическое ожидание равным нулю для всех T. Так, и корреляционная функция должна быть дельта функцией. То есть это процесс без памяти. Если взять вот S и T, вот, разными, да, то корреляционная функция равна нулю. Ну, таких процессов в природе реально не существует, но эти идеальные процессы, они хорошо аппроксимируют реальные процессы в природе. Так, ну, вот, вот такой процесс, вот, называется белым шумом. Этот процесс не имеет непрерывных траекторий. Поэтому возникает проблема, как построить теорию статистического уравнения, чтобы решения были, решения имели непрерывные траектории. Ну, для начала вот рассмотрим вот простейшие случаи, когда случайный процесс представляет собой элементарную функцию. То есть на, значит, отдельных интервалах принимает постоянное значение. Вот, пусть это вот разбиение отрезка 0T, так. Мы перепишем это вот уравнение 5 в таком дискретном виде. Вот это превращение случайного процесса. Так вот, то есть, а вот, ну, как бы вот dx по dt, обе части мы умножили на dt, да, и записали это уравнение в дифференциальной форме. dt мы заменили на δtk, это как делалось в обычном математическом анализе, да. И вот этот, как бы, вот этот белый шум умножен на δtk, давайте мы обозначим через, через вот дельта vk, так. Дельта vk, где vt, вот это случайный процесс. Это некий статистический процесс такой, что вот дельта vk равняется wk на дельта k. Вот соотношение 6 предыдущее, соотношение 6, вот белый шум, определение белого шума, да, вот предполагает, что, предполагает, что этот процесс имеет независимое превращение и математическое ожидание равно 0. Это стационарное независимое превращение этого процесса, независимое и со средним значением 0. Оказывается, что, но это требует доказательства, оказывается, что единственным таким процессом является броунское движение. Броунское движение, и тогда мы вот вместо вот этого произведения поставим вот дельта vk, это превращение броунского движения. Так. Ну, теперь постараемся так вот сделать. То есть, вот как обычно это в теории дифференциального уравнения делается, то есть решением дифференциального уравнения называется решение соответствующего интегрального уравнения, да. Вот мы перепишем вот предыдущее сахарстическое уравнение, которое пока условно записано, вот в виде интегрального соотношения. Так, пока вот это слагаемо мы не знаем это. И это слагаемо тоже не знаем. Почему? Потому что xs вот под интегралом стоит случайный процесс. И тут тоже вот случайный процесс, да, тут еще и интеграл берется по вот, как бы, сахарстической мере, которая определяется броунским движением. Ну, тогда мы можем условно договориться, что вот этот xat, который стоит под интегралом, да, и в правой части, в левой части тоже xat, что это есть решение вот такого интегрального уравнения. И вот мы приходим к ситуации, когда нам надо определить, что это такое вот строго с математической точки зрения. Вот мы имеем вот этот интеграл, вот я в кавычках это поставил, потому что это пока символическая запись, вот где вот b это броунское движение, которое начинается с нуля, то есть стартует с нуля. А в момент равная ноль находится в начале координат. Ну, вот эта функция f, вот эта функция f, ну, можно рассматривать ее как функцию двух переменных, s это время, а омега это вот элементарное событие, то есть принадлежит какому-то вот пространству так называемых элементарных событий. Дальше. Вот теперь мы определим стокрический интеграл. Где вот это вот случайный процесс, а это вот дифференциальный, ну, как бы случайный процесс интеграл берется по броунскому движению. Ну, и вот мы запишем, вот математическое ожидание приращения ноль, а дисперсия это минус s. Это вот стандартное броунское движение. Мы допустим, что вот это xi, а, t, омега, это случайный процесс, то есть вот по фиксированным t это случайная величина, обычная случайная величина. А случайный процесс это просто семейство случайных величин. Вот допустим, что вот этот случайный процесс определен вероятностью пространства. Вероятностью пространства это представляет собой тройку вот. Тройку омега это пространство всех элементарных событий, то есть каждая омега может ассоциироваться с экспериментом, со случаем. Вот это f это сигма-алгебра, то есть это событие, множество всех событий, которые вот рассматриваются в данном эксперименте. Ну, называется сигма-алгебра, потому что это система подморс, замкнута относительно бесконечного часа объединения и пересечения. И эта система содержит единицу, то есть само омега большое это. А p это вероятностная мера. То есть для каждого такого множества определена вот числовая положительная, неотрицательная функция множества p, которая называется вероятностью. Вероятность всего пространства равна единице. Далее, допустим, что вот f от t, видите, тут f вообще без значка t, а тут вот f от t, допустим, это некое семейство вот таких сигма-алгебра, то есть семейство событий, связанных с случайным процессом от амега. Ну, такая, что вот, ну, это вот как бы возрастающий поток событий. Если время t1 меньше t2, то f от t1 входит в f от t2. Ну, это естественно, да, то есть чем дальше идет время, тем больше событий. Далее, вот, прощение вот это, кси от t плюс h минус кси от t, значит, они вот независимы от любого события f от t. Да, f от t, вот. То есть, как бы, кси от t плюс h это как бы будущее, да? Будущее не зависит от событий, происходящих в настоящем времени f от t, связанных с случайным процессом в момент времени t. Сигма-алгебра в момент времени t. Так. Ну, вот, рассмотрим для начала, для определения сахаристического интеррала, рассмотрим вот такой простой случай, когда случайный процесс представляет собой ступенчатую функцию. Видите, вот, f от t омега равняется дельта к омега для вот этого отрезка. То есть, интервал a, b, как обычно в математическом анализе это делается, развивается на конечное число отрезков. tk t, tk t плюс 1. И на каждом таком отрезке предполагается, что случайный процесс, есть постоянное случайное величие. Вот он обозначен. И вот, естественно, что за интеграл вот такой элементарной случайной функции или случайного процесса можно принять вот просто сумму вот. Так вот. Сумма вот дельта к от омега умножается на вот пророщение вот этого случайного процесса. Так. Ну, дальше вот идет немного вот такой вот функциональный анализ. Значит, случайный процесс рассматривается как элемент Гильбертового пространства L2. То есть, функции, интегрируемых вместе с квадратом. Функции, интегрируемых с квадратом, точнее так вот. Ага. Так. Так. Ну, а в общем, в общей ситуации, в общей ситуации, f от t, это, значит, вот f от t омега, это вот f от t, измеримая функция. Измеримая функция – это прообраз любого баррелевского множества, измерим. Пространство омега большое. Далее. Вот теперь вот мы хотим f от t омега, f от t омега, да, вот это уже произвольная случайная функция, или случайный процесс. Произвольный случайный процесс. Мы хотим теперь аппроксимировать это вот такими суммами, ну, как в мотанализе называют, суммами Дарбо. Только тут все это вот как бы случайные величины. А это случайный процесс. Ну, тогда мы можем определить вот уже стокарстический интеграл от сучанного процесса f от s омега до c от омега. Д c от омега – это вот так называемый венеровский процесс, который является хорошим приближением бронгских движений. Вот таким образом, как вот предел вот, предел интегральных сумм, вот как в мотаназе делается. Но только тут предел надо понимать в среднеквадратическом, то есть по метрике пространства, гельбертового пространства L2. Вот тут возникают вот такие вот кардинальные вопросы. Как выбирать вот точку T с звездочкой? Вот это TkT с звездочкой. Ну, вот в обычном математическом анализе мы их выбираем произвольным образом. И вот суммы сходятся, и они сходятся к интегралу Риммана. Да, то есть Риммана или Стильтеса. А вот тут нельзя вот определить интеграл уже как интеграл Риммана-Стильтеса по вот той схеме, которая определяется это в классическом математическом анализе. Тут существенно зависит, как будем выбирать Токаты. Так вот, два подхода, два основных подхода. Японский математик Киоси Ито из Киотского университета определил это, он первым ввел понятие сахаристического интервала. Он определил так вот, что ТКТ со звездочкой выбирается в начале, вот за ТКТ со звездочкой принимается начальная точка ТКТ, отрезка, или полуинтервала. А вот российский математик, советский математик Стратанович в начале 60-х годов определил это, выбор ТКТ со звездочкой он связался вот с серединой этого отрезка, полуинтервала. Вот видите, вот ТКТ плюс ТК плюс один пополам. Но, как обычно в литературе, вот стахаристический интеграл, это вот называется стахаристический интеграл Ито, обозначается вот так, а стахаристический интеграл Стратанович обозначается вот так вот, с кружочком, вот F от T омега, но это кружочек пишется. Причем эти два интеграла существенно различны. Есть примеры, которые показывают, что эти интегралы различны. Для одной и той же функции F от T омега может получиться, что значения этих интегралов различны. Ну вот, окончательное определение, вот стахаристический интеграл, вот стахаристический интеграл, да, вот пусть F от T, вот такая измеримая функция уже в Декантовом произведении множеств B и F от T, F от T омега, F от T омега, F от T измеримая, ну тут нет, вот F от T омега это случайное, значит, при каждом T, значит, почти, для почти всех омега, то есть говорят, почти на верное, вот эта функция F от T принадлежит вот Гельбетному пространству интегрированных с квадратом по Лебегу. Вот, далее, теперь вот интеграл вот I, вот F, вот стахаристический интеграл определяется вот таким образом, как вот предел в среднеквадратическом, вот последовательности F от F от T омега, где вот эта последовательность, это такая последовательность, которая аппроксимирует вот функцию F от T омега вот в таком вот смысле математическое ожидание вот интеграла вот от разности стремится к нулю, вот, в принципе, меняется на бесконечности. Вот. Ну и аналогично определяется интеграл Стратановича. То есть, ну вот эта схема, конечно, она известна, вот, допустим, вот в оригинальном учебнике Калмогорова Фамина, вот, определение интеграла Лебега в пространстве Смерах, вот именно определятся вот именно по этой схеме, вот, берется последовательность, аппроксимирующая последовательность, и вот в таком вот смысле, и затем принимается за интеграл вот предел вот в сравнении квадратическом. Да, ну эти интегралы, естественно, конечно, этот интеграл, это случайная величина. Вот видите, вот это омега показывает, что это случайная величина. вот это, ну, оригинальные статьи, значит, это определение интеграла было дано, вот я, значит, первоначально ИТО в 1944 году, стахастик интеграл, интеграл, в трудах имперской академии Токио. И вот ИТО уже в 1951 году о стахастических дифференциальных уравнениях, он уже опубликовал большую статью, которая стала вот классической, и вот почти вот все публикации ссылаются на вот эту статью. Ну, конечно, вот сам интеграл ИТО, вот в случае, когда функция вот эта f от амега только зависит от Т, но не от мега, то есть, когда под интегральная функция только детерминированная функция, а вот кси, это случайная случайный процесс, интеграл был определен в 1934 году, известным математикам Полеем и Норбардом Винером. Так, ну а ИТО дал общее определение интеграла от случайного процесса по стахастической мере, определяемой винеровскими процессами. Ну, винерские процессы в честь Норбарда Винера такие процессы названы. Так, ну теперь вот как они соотносятся интеграл ИТО и интеграл Сартановича. Ну вот, оказывается, я вот пропущу некоторые эти вот места, ну тут вот значит, записано вот уравнение ну уравнение как бы тоже символическое вот это ксисточки это просто символическая запись так называемого белого шума то есть математическое ожидание тождественное ноль а корреляционная функция это дельта функция Дирака вот. Тогда вот опять же мы можем записать это вот так вот символически так тогда мы получаем вот два вида интеграла вот видите вот интеграл от сигма вот Дакси вот по Ито и по Стартановичу вот так оказывается что интеграл Стартановича равняется интегралу по Ито плюс вот вот это слагаемое то есть появляется как бы дополнительное слагаемое вот тут сигма штрих от х означает производная по Икс от функции сигма ну тем самым мы можем значит если мы можем вычистить интеграл Ито то можем интеграл вычистить тем самым интегралом Стартановича и наоборот ну значит интеграл Ито да вот в одни значит какая из этих моделей вот более реальная интеграл Ито более значит более подходит более больше работает как бы в стахарстическом анализе то есть при исследовании теоретических вопросов теории случайных процессов интеграл Ито очень хорошо работает ну например интеграл Ито это Мартин Галл это ну Мартин Галл это вот мотивическое ожидание случайного процесса момент Т относительно там сигма алгебры некоторые сигма алгебры равняется в точности случайному процессу момент С вот а вот интеграл Стартановича не является Мартин Галлом вот но у интеграла Стартановича есть тоже преимущество интеграл Стартановича стахарстический анализ построенный на интеграле Стартановича он очень близок к классическому математическому анализу ну например интеграл Стартановича от Броунского движения по стахарстической мере определяемой Броунским движением равняется Одна вторая, квадрат Броунского движения, деленный пополам, по формулу Ньютона лепнется. А вот если мы вычисляем интеграл Броунского движения по ито, тогда от интеграла ито добавляется еще одна вторая и длина отрезка. То есть в интегралы ито надо еще к известным, привычным выражениям, вычисляемым по формулу Ньютона, надо добавлять еще какое-то слагаемое. Поэтому тут они взаимно друг друга дополняют. Так, вот рассмотрим, да, теперь вот стокарстический дифференциал. Что такое стокарстический дифференциал? Тут вот эта буква, опечатка тут, D от XT. То есть вот это соотношение 15 записано в дифференциальной формах. Мы говорим, что вот такое выражение является стокарстическим дифференциалом от случайного процесса X от T, Омега, да, если вот это выражение, интеграл от этого выражения равняется приращению этого случайного процесса. Вот X от T 2 минус X от T 1, вот интеграл. Ну, как бы формально вот это интегрируется. Если вот это интегральное стокарстическое соотношение выполняется, то мы говорим, что вот это и есть стокарстический дифференциал ITA. Но, зависит от того, интеграл понимается в смысле ITA или Стратановича, дифференциал называется или в смысле ITA, или в смысле Стратановича. Ну, вот стокарстический дифференциал Стратановича мы будем означать со звездочки. То есть просто D это сахаристический дифференциал ИТО, а созвездочка это сахаристический дифференциал по Стартановичу. Тоже определяется так совершенно аналогично, как вот эта запись, только вот видите, вот тут кружочек стоит. Это говорит о том, что интеграл понимается в смысле Стартановича. Стартанович работал на физическом факультете МГО в 64-м году, в 66-м году. И как раз он и построил вот эту теорию интеграла от случайного процесса. Ну теперь вот мы уже знаем, что такое стартановичный дифференциал, стартановичный интеграл. Ну тогда мы можем сейчас уже непосредственно уже перейти к самим стартановичным дифференциальным уравнениям. Ну стартановичным дифференциальным уровнем вот называется вот такое соотношение между дифференциалами неизвестного случайного процесса X от T и вот стартановичным дифференциалом Виннерского процесса X от R-T. Ну тут вот записано просто в общей форме. Ну может, если R равно 1, это просто два слагаемых вот. Вот это детерминированная часть, как бы, а это вот фруктуационная часть. Ну вот и решением вот такого стартановичного уравнения понимается вот решение вот такого вот стартановичного интегралного уравнения. Где вот, где X от R-S, это вот Виннерский процесс. Причем все эти Виннерские процессы, они взаимно независимы от единицы до K. Ну вот я определение уже дал, вот тут дается определение, что решением стартановичного уравнения вот называется вот решение вот такого вот интегралного стартановичного уравнения. Так. Теоремы существования неизвестны. Ну, естественно, возникает вопрос. Вот так определенное решение, так определенное стартановичное уравнение имеет ли решение? Если имеет, то единственное или нет? Вот известна вот такая теорема. Теорема принадлежит Рафаэлу Залмановичу Хасминскому, ученик Андрея Николаевича Калмогорова. Он работал в Институте проблем управления передачей информации в советское время, потом уехал в Америку. Сейчас, по-моему, в Детройте работает в Америке. Вот пусть вот эти векторы bsx, sigma rsx, такие, что они непрерывные функции относительно своих аргументов. И вот существует такая константа b, что выполняются вот эти условия. Вот это условие, это условие липшится. Видите, вот превращение функции, вот, s постоянно по xy, по xy, видите, вот, не происходит, вот, b умножить, вот эта крестикка означает умножить, b умножить на вот норму x минус y. Тут xy уже векторный, мы рассматриваем общий случай, когда значение случайного процесса в rn. А вот это условие, это условие роста, вот, правой части, вот, это вот линейный рост. Вот видите, вот эта сумма не превосходит вот такой линейной функции. Ну, есть вот такая теорема Винтнера, 45-го года, американская математика, что вот если правая часть дифференциального уровня не превосходит некоторые вот функции, вот, ну, в частности, вот, линейная функция, то тогда решение продолжаемо, не ограничено. Так вот, оказывается, что для любой случайной величины, вот, x от t нулевое, да, вот, и вот с независимыми прощениями вот такими вот, да, вот, существует всегда вот решение, вот, статистического интеграно-уровня, о котором речь шла выше, вот, 18, такая, что она почти, вот, вот, почти всюду, она непрерывная, представляет собой непрерывный статистический процесс, вот. Ну, тут надо оговориться, что вот, вот, видите, тут эквивалентство написано, то есть, единственное означает, что два случайных процесса, которые отличаются на множестве мер и ноль, считаются эквивалентными. Ну, далее, вот, этот случайный процесс представляет собой марковский процесс, то есть, будущее, будущее не зависит от прошлого, если известно настоящее, то есть, настоящее определяет будущее, независимо от того, какие события произошли к настоящему времени. Это марковский процесс, причем этот процесс еще и, так называемый, диффузованный процесс, вот. Ну, этот процесс, который, вот, ну, так вот, грубо говоря, описывается бронзским движением. Ну, теперь я перехожу, как, устойчивость, вот, свойство устойчивости. Я буду рассматривать свойство устойчивости, диссипативности и периодичности, вот, статистических дифференциальных уравнений. Ну, впервые статистическое дифференциальное уравнение было рассмотрено Ланжевеном, французским физиком. В 1928 году он опубликовал статью, вот, в Академиях наук, в Парижской Академии наук, после публикации Эйнштейном и Смолуховском, статьи о бронзском движении. Ну, а затем математические статьи стали появляться уже в 30-х годах. Ну, одного, вот, я приведу, основную статью, вот, Пантряга-Андронова-Витова, вот, в 33-й год. И вот, затем уже, вот, в 50-х годах, вот, началось интенсивное исследование, вот, свойств, вот, таких вот, статистических уравнений. Вот, наиболее простое и удобное понятие решения сахарстического уравнения, да, вот, ИТО, вот, Киоси, ИТО. Вот, вот, эту статью я уже упоминал, в 51-м году, это большая статья, вот, есть русский перевод, 57-го года. Вот, Гихман, Гихман тоже, это украинский математик известный, тоже дал определение, но у него определение немножко другое. И то, как бы, все, все действия происходят в Гильбертовом пространстве L2. А у Гихмана, то есть, сходимости тут среднеквадратические. А у Гихмана все, вот, сходимости по мере, вот. А так, по существу, они, вот, приводят к одному и тому же интегралу. Так, ага. Так, ну, основные, вот, статьи, публикации, вот, я тут привел. Вот, статья Кация Красовская, она была, ну, оригинальная статья, которая стимулировала очень большое количество публикаций. То есть, буквально в 60-х годах, вот, прошлого века, начался, ну, бурный, вот, рост публикаций по исследованию различных свойствах российских динфициальных уравнений. И вот, ну, вот, я Кушнер, Харальд Кушнер, вот, из Браунского университета из Америки, вот, Гихман Дорогельцев, Хасминский, вот, некоторые статьи. Я просто указываю, очень много статей, я просто основные указываю. Вот, Левит, вот, Левит, ученик Владимира, известного математика, Петербургского математика, Андрея, Владимира Андреевича Якубовского, Левит, вот, применил частот, так называемые частотные методы, разработанные с его учителем Якубовичем, и получил частотные методы устойчивости статистических динфициальных уравнений. Ну, вот, известный математик Пак Шин, вот, ну, это моя статья, вот, Мао, это китайский математик, работающий сейчас в Великобритании, очень активно работает, много публикаций, вот, я указываю только вот одну. Так, Шума Футляч, вот, мы недавно докладывали некоторые результаты конференции, которые проходили в Ялте, вот, Владимир Андреевич Лукьяновенко присутствует, за которые вел заседание секции. Вот Кореневский, это киевский математик, значит, две статьи, вот, я указываю, которые, ну, в этих статьях, значит, получены алгебрические критерии устойчивости, ну, в матричной форме, ну, в матричной форме, это хорошо, конечно, но дело в том, что вот вопрос устойчивости, да, вот, как бы перекладывается на другую задачу, то есть решение матричных уравнений, это тоже, вот, как бы, проблема, но, все-таки, получение в матричном виде необходимым достаточным условиям, это, конечно, ценный результат, вот. Ну, и вот работа Кагиев, Кагиев, это из Дагестана, Дагестанский господин университет, очень активно работает, ну, его статьи посвящены, вот, уравнениям с запаздыванием, то есть, так называемым, дифференциально-разностным уравнением, вот, устойчивость. Такие вот уравнения распространяют по носу, вот, это они ученики известного математика Азберева. Так, вот основные монографии, вот, в мировой литературе первая монография была, вот, монография Кушнера, в 67-м год, а в 69-м году в Советском Союзе, вот, вышла вторая монография Рафаэла Залмановича Хасминского, вот, устойчивости хороцистических и официальных уравнений. Уравнений, вот эти две монографии, они являются, вот, первыми, вот, в мировой литературе по сахаристическому уравнению. И вы, буквально, если посмотреть, вот, публикации, вот, да, вот, по сахаристическому уравнению, прямо они, вот, на первых строчках ссылаются, вот, именно на эти два, на эти две монографии, которые являются, как бы, фундаментом вот этой теории, вот. Ну, вот, в этих двух монографиях Кушнер и Хасминский поставили задачу перенести второй метод Ряпунова, это один из самых мощных методов качественной северной динамической системы, на стахаристический случай, вот. Ну, в этих монографиях разобраны простые примеры применения второго метода Ряпунова, или, так называемого, прямого метода Ряпунова к исследованию устойчивости стахаристических и официальных уравнений. Ну, вот, в монографии потом появился Арнольд Эль, ну, это вот, Эль, не Владимир Игоревич, а Арнольд Эль, вот. Ну, тут в основном рассматривается сахаристические дифференциальные уравнения с частными производителями. Я буду говорить только об обыкновенных дифференциальных уравнений, возмущенных случайными процессами. Вот Мао, это вот китайский математик, о котором я говорил, вот, вот, тоже монография очень солидная, много примеров, много теорем, касающихся свойств стахаристических дифференциальных уравнений. Ну, вот, белорусский математик Леваков, вот, тоже, вот, в 2009 году, вот, обликовал монографию стахаристических дифференциальных уравнений. На русском языке имеется. Оно из основных обзоров, вот, значит, Тугасен, вот, в 1997 году, вот, да, вот, обзор по ляпуновской технике для стахаристических дифференциальных уравнений. И вот итальянский математик Визентин тоже, вот, очень подробный, подробный обзор сделал по, вот, имеющимся результатам вплоть до 2013 года. Так, ну, теперь, что такое устойчивость по вероятности? Рассмотрим вот такое стахаристическое уравнение, вот, Х-большой, это означает просто стахаристический процесс. АТ, ну, Омега тут не пишется, подразумевается, что это стахаристический процесс. Так, Ф-сигма – это функция, условия липшица удовлетворят, а КС-АТ – это вот бронгское движение. Ну, или можно сказать, это венеровский процесс, это просто вот частный случай бронгского движения. Определение, вот, вот, тривиально, ну, известно, что любое, значит, устойчивость любого решения может свести к нулевому решению стандартной замены переменных. Поэтому мы будем говорить об устойчивости тривиальных, то есть нулевых решений стахаристических дифференциальных уравнений. Вот, имеется стахаристическое уравнение, вот, определение. Вот, тривиальное решение, вот, Х-большой, а также с на равном ноль, вот, система С, называется устойчивость по вероятности. Если вот, видите, вот, для любого начального значения Т нулевое, любых Р, Эпсилон, существует вот такое дельта, то, что если начальное условие мало, то вероятность того, что вот супремум случайного процесса будет находиться в Р-окрестности начала, ну, почти единица, то есть единица минус Эпсилон. Это вот устойчивость в сильном смысле, вот, видите, вот, П и суп. Вот этот суп, если вот вынести за скобку, за П, вот перед П поставить, тогда вот получается, что максимум вероятности, да, близок к единице. Это вот называется устойчивость в слабом смысле. То есть перестановка вот этого супа и П приводит уже к различным, по смыслу, значениям, понятиям устойчивости. Теперь вот, опять, вот, тривиальное решение асимптоматического устойчивого по вероятности. Если оно устойчиво по, асимптоматического устойчивого по вероятности, если оно устойчиво по вероятности, и если выполняется вот такое соотношение. Если начальное значение, вот видите, находится в дельта окрестностей, начало, тогда вероятность того, что случайный процесс будет стремиться к нулю, при той стременности бесконечности, тоже как бы близок к единице. То есть все понимается в вероятностном смысле. Ну и вот определение 3, которым мы будем пользоваться, тривиальное решение называется экспоненциально устойчивым, если выполняется такое соотношение. Если математическое ожидание квадрата случайного процесса, они происходят вот, значит, вот эти константы, вот тут начальное условие, вот х нулевое в квадрате и экспоненты минус альфа т, минус то нулевое, где альфа и а некая положительная константы. Так. Так. Ну теперь перейдем к конкретным вот уравнениям. В докладе я буду рассматривать только нелинейные стахартистические дифференциальные уравнения, уравнения второго порядка, нелинейная динамика. Они очень широко используются и встречаются при описании различных процессов в нелинейной динамике. Вот дифференциальные уравнения второго порядка, так вот, где вот f и g, ну f вот, капсистан тренинг зависит от x, да, это x-точка, это скорость, да, вот, сжатие, это восстанавливающая сила. Вот эти параметры подвергаются случайному воздействию типа белого шума, вот, x-1-точка, x-2-точка. Пока вот x-1-точка, x-2-точка, это просто символический запись, просто это удобно так вот записывать, так это принято в литературе. А так, на самом деле, это уравнение понимается вот в таком виде, 20, вот, видите, в дифференциалах, вот. То есть мы записываем вот это уравнение уже в строгом математическом виде, вот этому уравнению 19, мы вот придаем точный математический смысл вот в таком виде, вот. Вот, где x-1-точка, x-2-точка, независимые венеровские процессы, ну, f-точка непрерывная функция, вот, вот эти функции тоже удовлетворяют условия липшица, а вот до x-1, до x-2, это стоксистические дифференциалы. Ну, вот, теорема. Если выполняется, вот, условие 1-5, f от x, видите, то есть коэффициент трения, завещающий от x, ограничен, вот, между b1-b2. Вот функция восстанавливающая сила, да, деленная на x, находится вот между b3-b4. Это означает, что график функции g от x находится в каком-то секторе, в секторе, лежащем между первым и третьим координатных четвертях. Ну, это условие типичное, потому что вот в это условие, как правило, широко используются, ну, такие условия накладываются в теоремах, формулируемых для абсолютной устойчивости в теории автоматического управления. Поэтому это условие, ну, такое естественное. Далее, вот, на коэффициент белого шума накладывается вот такое условие тоже типа сектора. То есть график функции σ1y лежит вот в некотором секторе, определяемый 0 и σ1 0. σ2 точно так же, вот, в таком же секторе тоже лежит, ну, с другой константой σ2 это. Ну, и если вот имеется такая константа, что выполняется вот такое вот часовое равенство, вот эти два часовых равенства, тогда вот тривиальное решение, система 20, экспоненционно устойчиво, экспоненционно устойчиво, это вот, экспоненционно устойчиво в среднем квадратическом, вот. Так, вот в частном случае, когда f от x вот константа, g от x вот имеет вот такой специальный вид, α2 на σ1y, то есть σ1y вот этот коэффициент равен 0, то есть вот эта слагаемая отсутствует, σ2x, σ2x, вот она, это линейная функция, эту систему рассматривал сам Кушнер. В 1965 году, и вот для такого частного случая он получил условия устойчивости. И вот при этих значениях, вот условия формулированной теоремы превращаются в условия Кушнера. Причем в линейном случае, вот, если f от x, g от x линейной функции, да, тогда вот эти условия не только достаточно, но и необходимы. Ну, теорема 2, значит, дает достаточное условие устойчивости по вероятности, вот. Тут более простые условия. Перима 3 дает достаточное условие экспонационной устойчивости, вот. Вот такого вот стахарстического уравнения, которое записывается в виде вот такой системы. Вот, когда вот, когда f от y, f от y это вот функция, которая, ну, характеризует, ну, трение. То есть трение тут уже зависит от скорости, вот, y это скорость, нелинейным образом. Так, ну, тут условия вот тоже такого типа, условия типа сектора, вот. Ну, и некоторые соотношения между b1 и сигма квадрат, вот. Так. Ну, совершенно аналогично даются и условия устойчивости по Стратановичу. Они немножко друг друга отличаются, что и то, что и Стратановича. Ну, вот, ну, давайте, вот, 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 детерминированный случай, вот, рассматривал Леонар, французский исследователь. В 28-м году, вот, в связи с задачами теории колебания, он рассматривал вот такое уравнение. Это классическое уравнение Леонара, которое исследуется во многих монографиях и книгах. Так, вот, в частном случае, в частном случае, вот, когда f от x равно гамма, вот, сигма 1, 0, сигма 2 отлично от нуля, или вот наоборот, то вот, вот, вот это уравнение, ну, тут 1 написано, не уравнение 1, а вот 21, вот. Это уравнение Ланжевена. То есть, вот это уравнение, это фактически, это обобщенное уравнение Ланжевена, которое Ланжевена рассматривал в 1908 году. Ну, аналогичные, я тут не приложу, аналогичные, вот, теоремы, можно сформулировать и формулируется для, вот, дифференциальных, сахаристических и дифференциальных уравнений, где дифференциал понимается в смысле Сартановича. А, вот, да? Так, вот рассмотрим, для примера рассмотрим гармонический осциллятор. Гармонический осциллятор, вот, так, вот гармонический осциллятор, да, вот коэффициент трения, коэффициент, коэффициент трения и, собственно, частота поддержана случайному воздействию белый шум, вот, с коэффициентом сигма 1, сигма 2. Ну, и вот, для вот такого сахаристического уравнения, вот, сформулированы условия устойчивости, необходимые достаточно условия. Оказывается, что если, вот, в случае, когда на коэффициент действует белый шум, так вот, а, собственно, на собственную частоту не действует никакого шума, то, вот, условием, необходимым достаточным условием среднеквадрическим является вот это неравенство. То есть, коэффициент в квадрате белого шума не должен превосходить от К. Ну, вот, когда сигма 1, 0, сигма 2 не равен 0, вот такое неравенство, и когда сигма 1, сигма 2 равны, то есть коэффициенты равны, то вот такое неравенство. Это вот по Стратоновичу. А вот по ИТО получаются вот такие более простые условия. И, в общем случае, вот, условия по Стратоновичу, да, ну, слабее, чем по ИТО. Но это можно понять, потому что, вообще, интервал, дефициальная, сахаристический дефициальный уровень по Стратоновичу обычно более адекватно описывают физические процессы, чем вот по ИТО. Поэтому, естественно, что по Стратоновичу они получаются более слабыми. Так, у меня еще 5 минут. 5 минут у меня еще. Да. Так, ну, тут формулируется необходимый достаточный уровень уже для системы. Линейных систем, стратоновичных дефициальных уравнений, двумярных систем. Они получаются, но условия получаются необходимыми достаточными. Я пропускаю их. Тут вот эти условия, вот они, 1, 2, вот. Если они выполняются, то необходимы достаточные условия для устойчивости в среднем квадратическом. Так, ну, вот тоже следующая теорема. Тоже вот теорема, относящаяся к необходимым достаточным условиям устойчивости в среднем квадратичных двумерных стратегических линейных систем. Так, ну, мы до сих пор рассматриваем белый шум, но можно рассмотреть более широкий класс случайных процессов. Единственное требование – это случайный процесс с ограниченным математическим ожиданием. Вот, например, пусть вот имеется вот опять вот уравнение, вот, Линара, да, вот, на вход, который поступает случайный процесс. Вот, вот, ксиата омега, математическое ожидание ксиата омега ограничено. Ну, если переписать это в виде системы, вот, введем вот такую функцию Ляпановского типа, так, введем вот такую константу B. Тогда вот теорема, вот, если выполняется вот условие 1, 2, 3, 4, да, вот, и вот математическое ожидание, вот, ограничено вот такой константой, тогда вот тривиальное решение, вот, рассматриваемая система асимметрически устойчивая в целом, по вероятности. Так, вот, для этого уравнения тоже формулируется соответствующая, вот, соответствующая, так, тут устойчивость у нас, да, да, тоже асимметрическая устойчивость в целом, по вероятности. Вот, для вот такого уровня, когда коэффициент трения зависит не только от положения х, но и от скорости. Ну, вот, гармонический ассиллятор, опять, значит, в предыдущем примере рассматривался, когда гармонический ассиллятор подвергается воздействию белого шума, а тут вот на вход поступает вот случайный процесс вот с таким коэффициентом сигма, вот. Ну, и вот, если выполняются вот эти условия, когда вот сигма от x, y, вот этот коэффициент, если вот, как бы, растет не быстрее линейной функции, да, x, y, омега удовлетворяет вот этим условиям, ограниченность математического ожидания, то, то нулевое решение, то нулевое решение устойчивого по вероятности. Ну, буквально последняя теорема, вот, у меня еще есть 2-3 минуты. Так, тоже рассматривается дифференциальные уровни второго порядка, на вход которых поступают вот случайные процессы, вот, так. Если вот x, y, омега, вот, вот процесс, вот, обладающий этим свойством, с ограниченным математическим ожиданием, и выполняются вот эти условия 1-5, то тогда система 25, вот, диссипативна. Так, ну тут тоже условия диссипативности формулируются для вот такой вот стокарстического уравнения или стокарстической системы, вот. При выполнении условия 1-2 обеспечивается диссипативность системы 26. Так, ну и периодичность, вот, если вот во всех рассматриваемых уравнениях, вот, заменит, вот, f, f маленькое, f большое, на вот функции, зависящие от t, и если эти функции, так, заменит на функции от t, и если эти функции периодичны, так, то на выходе тоже получается периодический случайный процесс. Так, спасибо за внимание.